Сажают жители, скорее всего, живут на первом этаже. Тут все в воде. Трехэтажный пандус. Дом сдали, но забыли достроить. Неказистый проект. Будет ли вам здесь комфортно жить с любовью к жителям? Капля в море. Но зато есть в Новосибирске. Но для нашего рынка новосибирский застройщик новый. Сады, школы переполнены. Также вопросы вызывает у меня в виде корзины на фасадах зданий. С уставным капиталом в 30 тысяч рублей и офисом в Новосибирске. И там нет информации об этом специализированном застройщике. И провода интернет-провайдеров. Справа Янила, слева ЦДС. Почувствуйте разницу. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в Янино. Янино – это Ленинградская область и ближайший пригород Санкт-Петербурга. К примеру, с Янино до станции метро Ладожская от 20 минут езды на автомобиле и от 35 минут езды на общественном транспорте. А до Санкт-Петербурга всего 11 километров. Про социальные объекты я подробно рассказал в своем выпуске про Ясно-Янино. Ссылку оставил в описании. Проходите и смотрите. Кроме Ясно-Янина и Янила возводится еще и комплекс Янинский лес. Сегодня я вам расскажу про нового новосибирского застройщика «Рассветай», который вышел в Янино с проектом «Рассветай Янино». Ну, название многообещающее. Как известно, под каждый новый свой объект застройщик выделяет отдельное юрлицо. Так удобнее считать проект, ну и, соответственно, прибыль. Согласно данных из проектных деклараций, застройщиком жилого комплекса «Рассветай Янино» является специализированный застройщик «Ирис» с уставным капиталом в 30 тысяч рублей и офисом в Новосибирске. Из проектных деклараций застройщика я взял его ННН. Зашел на свой ресурс Андрея Артема Фру, чтобы проверить застройщика и новостройку. Получил выписку и увидел юридический адрес, про который я уже рассказал чуть выше, в городе Новосибирске. Зашел на карты Яндекса, забил туда, соответственно, адрес и начал смотреть, где же эта организация. И вы знаете, в списках действующих организаций и тех, кто был, никогда не было ни специализированного застройщика «Ирис», ни группы компаний «Рассветай». Я зашел в 2ГИС и посмотрел информацию там. И там нет информации об этом специализированном застройщике. Есть такой ресурс, называется «Зачестный бизнес». Я зашел в него и посмотрел на учредителя «Ириса», какие еще зарегистрированы организации. 28 компаний зарегистрированы в том же юридическом адресе, где и находится застройщик «Ирис», который будет строить «Рассветай Янина» и у всех уставной капитал. Отгадайте. Правильно. 30 тысяч рублей. Уже здесь, на простой проверке застройщика, я для себя понял, что застройщик будет возводить жилой комплекс «Рассветай Янина» в Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Офис находится в Новосибирске, и данных об этом офисе нигде нет. Первая очередь строительства жилого комплекса «Рассветай Янина» это дома до 12 этажей. Часть зданий строят по монолитной технологии, а часть зданий по панельной технологии. В монолитных зданиях применят технологию мокрого фасада, а в панельных просто окрасят. Много нестыковок я обнаружил, когда рассматривал проектные декларации застройщика и информацию на их сайте. Вот, к примеру, рендер застройщика. Видите? На спортивной площадке и детской площадке покрытие напоминает резиновое. А его не будет, так как, согласно проектной декларации, покрытие гравийно-набивное, и о резиновом нет и слова. Также вопросы вызывает у меня в виде корзины на фасадах зданий. Они или под цветы, или под внешние блоки кондиционеров. Непонятно. Здесь, посмотрите, корзины есть на рендерах застройщика, а здесь их уже на рендерах застройщика нет. Согласно данных с проектных деклараций застройщика, проект и архитектурное решение зданий выполнена архитектурная мастерская Юсупова. Я нашел их сайт, зашел и посмотрел проект. Но на рендерах архитектурной мастерской Юсупова я не увидел корзин, которые мы с вами только что видели на рендерах застройщика Рассвета Янина. Странно, конечно. В первую очередь Рассвета Янина квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир. На момент съемки этого видео продажи от застройщика еще не открыты. Цены неизвестны. Учитывая стоимость однокомнатных квартир в Ясно Янина от 5 миллионов 100 тысяч рублей, Янила от 5,5 миллионов рублей, Янинский лес от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Полагая, стоимость однокомнатной квартиры в Рассвета Янина будет от 5 миллионов 200 тысяч рублей до 5 миллионов 400 тысяч рублей. Согласно проектных деклараций, срок сдачи первой очереди это третий квартал 2024 года, А передача ключей до конца марта 2025 года. Хотелось бы отметить планировочное решение Рассвета Янина. Есть кухня-гостиная с двумя световыми проемами, большие ванны более 5 квадратных метров. И, я считаю, достаточно удобные и рациональные планировочные решения. Согласно той же проектной декларации, высота потолков в первой очереди будет составлять 2 метра 70 сантиметров на всех этажах. Квартирография – один из важных показателей будущего комфорта проживания в комплексе жителей. Ведь застройщик позиционирует свой комплекс как комфорт-класс. Согласно проекту первой очереди, студии и однокомнатные квартиры займут почти 59% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры – 35% и трехкомнатные квартиры – всего 7%. Общее количество квартир в первой очереди составит 1095 квартир. И для них застройщикам предусмотрено 513 машиномест на открытых парковочных местах. Будут и места вне территории комплекса согласно проектной декларации. Я сразу подумал, а где же они будут, потому что вокруг уже везде стройка. Неужто будут люди парковаться в соседних комплексах? Ну, не может быть такого. И я задал прямой вопрос застройщику в его социальной группе ВКонтакте. Вот этот ответ для меня, конечно, был очень странный. Ведь разрешение на строительство есть, значит, проект уже готов на 100%. На своем ресурсе застройщик Святоянина обещает, что будут построены многоуровневые теплые паркинги, также детские сады и школы. Но, согласно официальных данных от Минстроя, проектных деклараций на эти сооружения пока нет. И из практики, как делают это обычно наши питерские застройщики, это происходит в самый последний момент. Не забывайте, друзья, если у вас есть дети, то в Янино с детскими садами и школами не так все хорошо, как хотелось бы. Места все забиты, сады, школы переполнены. Я всегда говорю, что перед покупкой любой недвижимости нужно уже посмотреть сданные, то есть готовые объекты от застройщика. Но для нашего рынка новосибирский застройщик новый. Из данных объектов у него на территории Санкт-Петербурга и области нет. Но зато есть в Новосибирске, где проживает мой коллега-блогер, который освещает на своем ютуб-канале и в соцсетях новостройки Новосибирска. И я к нему обратился за помощью, чтобы он рассказал правду о застройщике и о его качестве. Давайте вместе посмотрим. Здрасте, а лифта нету что ли? Посмотрите, пожалуйста. Собственно, в этой части такого точно нет. Идем в следующее крыло. Список юрлиц, но здесь все под замком. Как-то так. Так, это седьмой этаж, кабинет из 701 по 701. Нам сюда ниже, через шестой этаж. Интересно. Пойдемте. Ага, вот как-то тут со стрелочкой. Это Новосибирск специально для Андрея Артемова. Друзья, что я хочу сказать. Компания физически по адресу проспект Димитрова 7 находится. О ней нет информации на главном информационном табло. Но она есть внутри самого здания. Ножками можно пройти, все увидеть. На видео это есть. Касаемо адреса. Я так понимаю, что это операционный, управленческий адрес. Отдел продаж все-таки застройщика находится в другом месте. Я об этом знаю. Сам застройщик довольно-таки крупный для Новосибирска. Строит много. Строит в основном в центральной части города. Объекты класса комфорт. К объектам больших вопросов нет. Есть какие-то недоделки, которые устраняются в определенный период времени. Сейчас едем снимать обзор Рассветая на Гоголя. Есть, конечно, и подземный паркинг, но этого количества явно недостаточно. Весь комплекс это три дома разной этажности. Два из которых уже сданы. А вот благоустройство еще не готово. Как можно сдавать комплексы без благоустройства? Приемки никак не закрыты. Места общего пользования. Лобби первого этажа. Здесь все вполне комфортно и лаконично. Стеклянные прозрачные входные группы. А вот дальше на комфорт класс никак не тянет. Я поясню. Потолки банальные Армстрон. Сейчас такие даже в эконом-сегменте уже не нормы. Стены банально оштукатурены. Не покрашены. Не покрыты декоративной штукатуркой. Хотя на этот казус есть гарантийные обязательства застройщика. Декоративка все-таки будет. Но потом. Выражено это якобы с заботой. С целью не допустить разрушения декоративного покрытия. На период ремонтных работ. Очень странно. Мне не нравится какая-то незаконченность части двора. Хочу напомнить, что этот дом уже сдан. Газоны на Олимпийский гор, часть деревья мертвы. Вот в частности Рацветая на Гоголь имеет вот такую вот небольшую маленькую парковочку. Дом уже один, первый дом сдан. И сейчас мы с вами пройдем, глянем, что же там у нас есть. Тут имеется домофон. Ход в дом осуществляется через подъезд. Лифты здесь такие вот, красивые, симпатичные, с телевизором. Подъезд, видите. Такой декоративной штукатуркой сделан. Тут всякие лифты. Четыре лифта в доме, как видите. Два грузовых, два пассажирских. Тут выход на лестницу, так понимаю. Да, тут выход на лестницу. Тут, конечно, ничего не обделано. Все строительное. Дверь у нас вот такая вот. Хорошая дверь, в принципе. Достаточно толстая. Лить. За глазком. И входим в квартиру. У нас по квартире также нанесена линия отопления. И где проходит вода. Отделка у нас таким вот образом осуществляется. То есть, все по чистовую отделку сделаны розетки. Патроны ставлены. И проложена коммуникация интернета. Санузел. Санузел, это туалет. У нас черновая отделка. Внизу также имеется разводка. Канализация. Черновая отделка. Видно, вот толщина водяных кирпич. На полу у нас проложена стяжка. Видите? С разделенной вот такой вот штукой. Розетка для печи. Розетка выведена. И у нас установлен вот такой вот радиатор. Все кирпичами выложено. В принципе, все чисто, красиво. Тут тоже установлен приточный клапан. Окна у нас двухстворчатые. Также тут отделка типа под дерево. Толстые окна века. Вингхаус, арматура. Видите сами слой штукатурки. Это больше около двух сантиметров, наверное. А мы приехали сейчас смотреть с вами жилой комплекс «Расцветай на красном». На первых этажах будут располагаться помещения для создания собственной инфраструктуры комплекса. Территория огорожена оборудованными детскими и спортивными площадками для разных возрастов, развивающими игровыми зонами, местами для прогулок и отдыха. Мы с вами поднялись на 18 этаж. Расцветай на красном. Дом, который уже сдан. Смотрим по внутренней отделке места общего пользования. Обычная штукатурка. Добавили плитки под дерево. Хорошие входные двери, как всегда здесь. Не будем открывать, там живут люди. А в остальном все обычно, скромненько, ну, такого комфорта. Обычного комфорт-класса. Углы уже тут подшибли. Дом новый делают, ремонт, и все уже начинает отшибаться. Из всех строящихся новостроек в Янино я считаю, что лучшая реализация проекта будет у Пика. К ним можно записаться на экскурсию и посмотреть уже сданные объекты. Да и не забывайте, что квартиры застройщик сдает вам с чистовой отделкой. Друзья, напомню, у меня свое агентство недвижимости. Я честно и открыто не только вам все показываю, а также рассказываю при личных встречах о всех объектах недвижимости, чтобы вы сделали правильный выбор, приобретая квартиру для жизни. Поэтому не забываем обращаться, ведь все, кто ко мне обратился, они являются моими помощниками во развитии моего канала, чтобы я освещал дальше новостройки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и вы видели всю недвижимость лицом. Мои контактные данные есть во всех соцсетях. Нужна помощь недвижимостью. Звоните и пишите в WhatsApp. Мы сейчас с вами находимся на просто убитой двухполосной дороге, которая ведет к жилому комплексу Ясноянина. Вот здесь уже застройщик расцветает, делает к своим объектам. Вот видите, прямо в центре стоит манипулятор, и за ним такого серого цвета забор. Вот это первый участок, и за ним второй, где в первой очереди возведут шесть зданий. С левой стороны мы видим Янила, и справа строится Янинский лес. Друзья, мы, конечно, с вами понимаем, что дорог больше не стало, а комплексы растут и расширяются. Кроме Рассвета и скоро в полях Янина выйдет СДС, которому под застройку выделено почти 54 гектара земли. Там предлагается возвести 361 тысячу квадратных метров жилья. Высотность ограничит, конечно, до восьми этажей. Также в планах где-то здесь построить три детских сада на 280 мест и школу на 1125 мест. Но информации, когда они это сделают, соответственно, нет. Обещают еще построить и поликлинику с физкультурно-оздоровительным центром. Ну и у СДС, обратите внимание, друзья, что почти на 54 гектарах земли, где они будут возводить огромное количество зданий, всего лишь чуть более 7 гектар выделено под зеленение. Но это просто, как говорится, капля в море. Ну и понимаете, да, официальная информация о том, что здесь будет расширение дорог и нет. Застройщика, конечно, Рассвета Янина обязали, чтобы он это сделал. Но, как правило, это происходит после того, как они все это застроят. И это, друзья, только первая очередь. А будут еще и остальные. То есть вы должны понимать, что вот туда выезд, где Янила, там всегда будет плотно, потому что две полосы мы сейчас дойдем, вы сами посмотрите, либо здесь выезжать, где выезжает большое количество жителей из Ясно-Янина. Поэтому в первые годы жизни, возможно, даже в течение лет пяти, здесь будут постоянные пробки. Вот, смотрите, друзья, застройщик возводит временную дорогу, где будут ездить бетономешалки и вести бетон для возведения комплекса. Участки земли огорожены. В нарушение российского законодательства я вот еще обошел, нигде не увидел информационной таблички. Она должна быть. Вот дальше пойдем, я вам покажу, где строится детский сад. Вот этот участок земли. Вот он один, вот там за забором, вот видите, серенький. Там еще второй, мы сейчас к нему тоже подойдем. Где краны, это Янинский лес, это уже пик строит. Вот она территория. Соседство. Жилой комплекс Ясно-Янина и Янила. Кантри и там так далее. Вот эти все поля будут застроены. На данном моменте вот здесь по дороге растет большое количество борщевика. Ну, естественно, если здесь не будут застраивать, то он пойдет расти и дальше. Я когда, кстати, снимал выпуск про Янила, как раз был вот в этом доме, он еще был такой серый, незрачный, обратите внимание, окрасили. Цоколь интересный, вернее, не цоколь, первые два этажа, смотрится отделка совсем другая, такое ощущение, что то ли там плитка, то ли еще что-то, сейчас тоже подойдем посмотрим. Первый и второй участок или первый и второй, между ними есть расстояние, я понимаю, здесь какой-то будет променад, здесь будет какая-то большая дорога. Как раз вот туда, не знаю, как вот эта дорога называется, по ней можно проехать как раз от Ясно-Янина к Кантри и к Янинскому лесу. Впереди мы видим с вами сейчас очень хорошо на своих экранах второй участок застройщика. Но если посмотреть вот так по периметру, то здесь тоже нигде не видно, что был установлен информационный стенд. Перед тем, как получить разрешение на строительство, кроме стопроцентного согласовыванного проекта, который прошел экспертизу государственную или негосударственную, у застройщика должны быть уже тех условия на подключение к энергоресурсам. Электричество, горячая, холодная вода, отопление там, газа уже давно нет. Здесь, соответственно, у застройщика все в порядке, получает воду от Ленинградской области, также электричество и все остальное. То есть здесь с коммуникациями должно быть, вернее, с тех условиями, у них пока все в порядке. Вот такой специфический променад. Вот сейчас прошел дождик, я тут прогулялся. Обувь придется всю отмывать, потому что все в грязище. Ну, минус, конечно, еще за собаками не убирает. Ну, вот, когда проходит дождь, здесь, конечно, просто настоящее болото. Обратите внимание, что уже дали название. Улица оранжевая, 12 корпуса 1, классная к эффективности Б. Два этажа, там у нас находится утеплитель, плитка керамическая. Обратите внимание, как красиво это смотрится. Потом эти стыки все зачеканят и будут смотреться очень-очень красиво. Также я здесь обратил внимание на отмостку. Обратите внимание, здесь все засыплено гравием. Ну, и потом сверху, я понимаю, стандартно залют бетон, либо уложат красиво плитку. Ну, что мне, конечно, у Ленстроя нравится, это входные группы в уровень землей. Все сделано по уму, сделано с любовью к жителям. Возят строители землю, здесь будут красивые цветочки. Вот там, видите, уже посадили какие-то деревца или кустарник. Ну, и сама входная группа, обратите. Номер подъезда есть. Еще должны быть, кстати, большие цифры в дальнейшем, я так понимаю, повесить, то, что еще не сняли. Вот здесь, кстати, можно обратить внимание, вот видите, как сделано. Держится крепко, она никуда не отвалится. Заделают вот эти стыки, будет очень круто смотреться. Стандартные входные группы. Так, доводчики еще не поставили. Я просто помню, что когда снимал обзор про жилой комплекс Ютери, там, когда открываешь дверь... Рассказываю нашу историю огромную, большой... О, вот это уже классно. Большой любви. О, стой. Да, да. Друзья, я вот это вижу первый раз. Здесь это современный доводчик. То есть ты открыл дверь до конца, и тебе нужно что-то притащить. Все, ты идешь, тебе не нужно никаких здесь штук. Вообще ничего не нужно. Блин, вот, вот, пять баллов. В новых корпусах она стопорится, и можно легко заехать с коляской. Полагаю, здесь сделают аналогично. Ну, слушайте, симпатичная отделка. Уже по классике у них здесь внутри находится домофон. Это удобно, особенно, знаете, зимой. Вот там холодина, заходишь сюда, тепло. Здесь я необычно делаю такую полку. Это видно в моих обзорах. Я ссылку оставил, посмотрите. Ну, соответственно, я считаю, что очень классное решение. Здесь у нас, что можно отметить, что почтовые ящики, они заподлицо. То есть видите, как все сделано. Мне нравится, что радиатор отопления тоже втоплен. Я так полагаю, что они, скорее всего, зашьют, либо, если оставят так, хотелось бы, чтобы отмыли краску. Кстати, цвет очень такой приятный. На потолке грильята смотрится красиво. Отделка вообще классная. Молодцы. О, свет включается автоматически. Благодарю. Так как дома невысокие, здесь, соответственно, один грузо-пассажирский лифт. Везде мне нравится, что у них есть знаки. То есть все понимаешь, где что находишься, где какая квартира. Лестничный марш. Здесь везде у нас плитка. Везде такая декоративная отделка. И со второго этажа мы видим, что уже лестничные марши привезены с завода. Смотрится классно. И здесь, вот именно здесь, я ходил тогда, когда еще все было в голом бетоне. И здесь уже видна везде отделка. Блин, вообще, конечно, классно. Поднимемся на последний этаж, посмотрим. О, видите, вот он, закончилось. Не знаю, дальше они сделают или оставят так. Что я здесь вижу? Вот он, друзья, доводчик. Обратите внимание. Дверь закрылась. Огромный, огромный световой проем. Посмотрите. И, к примеру, вы, родители с коляской, вышли из лифта. Оп. Зашли. Вот так выглядит будущий межквартирный коридор. Повернулись, дернули ручку на себя, и дверь закрылась. 51-я квартира. Временно писали на скотче, большие звонки. Хотелось бы, чтобы устанавливали ниже, монтировали. Удобно для детей. И здесь мы уже видим частичную отделку. Обои. Ух ты, какая огромная ванна. Полотенце-сушитель. Подсветка. Плитка такая под дерево приятная. А это у нас студия, друзья. Слушайте, а классная студия. Слушайте, вообще супер, молодцы. Будет натяжной потолок. Вот, видите, уже все сделали профиль. Заготовки под него. Соответственно, здесь зона кухни. Очень классная. И вот здесь комната. То есть, получается, и прихожая, и комната. Слушайте, достойно. Здесь еще плюс. Из кухни у нас есть лоджия. При этом она достаточно широкая. Остекление холодное. Есть доступ свежего воздуха. То есть, при необходимости, можно вот сюда повесить кондиционер. Но только единственное, что я не вижу, куда должен уходить конденсат. Вот здесь я, вы знаете, друзья, это не вижу. Может быть, и есть. Может быть, это где-то вот здесь. Потому что, видите, кусок стены проломлен. Не знаю, но вот стоит розетка. Потому что если я буду кому-то капать наглую, когда установят, это будет не очень хорошо. Ну вот отсюда, кстати, еще и хорошо видно. Вот эти два комплекса. Вот видите, вот они. Ну, соответственно, понимаете, что слева-справа поля все застроят. А так как выходит СДС на огромное количество территории, более 50 гектар, ну, понимаете, да, что какое количество людей будет здесь жить в дальнейшем. Соседняя квартира за номером 50. Прихожая есть, место под шкаф. Бабочка залетела, мотылек. Слушайте, ванну, кстати, хорошо сделали. Слушайте, мне нравится. Прикольненько. Так, у нас это кухня. И две комнаты. И плюс еще санузел. Слушайте, здорово. Что мне, кстати, здесь нравится, здесь намного шире окна, и здесь они выше. То есть видите, вот такой еще дополнительный модуль в стандартную высоту, скажем, окна. Ну, стандартно, откосы из пластика, так проще и практичнее, наверное. Жалко, у меня нет оконных ручек. Здесь мы можем видеть большую бесплатную парковку для жителей. И видно, что уже люди паркуются. Вот видите, как раз вот это Ленстрой Треста. Дорога временная, по которой машины приезжают, привозят различные стройматериалы. Здесь еще одна комната. Ну, конечно, странно видеть вертикальную разводку. Хотелось бы, чтобы она была горизонтальная. Потому что, ну, во-первых, трубы, друзья, это минус шумоизоляции. Потому что, вот видите, вот они, когда, соответственно, плиту вот эту залили, здесь не было никаких технологических отверстий, это они все высвалили. Вот там видно ржавая арматура, это не очень правильная история. Ну и плюс, соответственно, все будет зависеть от того, как они это качественно заделают. Заделают качественно ничего не слушать, а могут заделать и не очень качественно. Как заделают, покажет время и ваши отзывы о застройщике. Слушайте, вот здесь, кстати, достаточно прикольно, что она получается небольшая, небольшой балкончик стекленный от застройщика, балкон, и при этом здесь вид на 180 градусов. Вот здесь расцветает построить 12-этажки, шикарный будет у вас вид. Ясно, Янин вообще все закроет. Вот смотрите, друзья, обратите внимание, вот здесь есть паспорт объекта, то есть понятно, кто заказчик, наименование объекта, кто строится, кто ответственно всегда можно позвонить. Но вот где мы только с вами были, это Рассветай, Янина, там, к сожалению, этого ничего нет. Вот, кстати, школа. Смотрите, как красиво сделали, сделали зеленение, тут большая видна зона для отдыха детей, большое количество скамеек, чтобы дети могли тусить. Слушайте, круто. Первый раз вижу, я не знаю, сейчас ставят это или нет, но вижу на территории спортивную площадку, чтобы детям можно где-то было позаниматься спортом, как-то провести время, когда они, к примеру, выходят на длинных переменах. И очень прикольно сделано, что скамейки находятся рядом, то есть, знаете, классы могут там друзья группироваться. Вот, друзья, еще один паспорт объекта. Аналогичная информация, все есть, все понятно. Здесь дошкольное учреждение, соответственно, это детский сад на 175 мест. И посмотрите, очень интересные сделаны окна такими домиками, да, будет интересно посмотреть, когда они уже его сдадут в эксплуатацию. А мы с вами сейчас подойдем, посмотрим Янинский лес и потом прогуляемся уже по обжитому кварталу, поговорим там, посмотрим, что уже есть, чтобы вы понимали, будет ли вам здесь комфортно жить, когда вы здесь, в каком-то из этих комплексов приобретете себе квартиру. Давай. Вот мы из Таджикистана пришли, вот мы строим, вот эта дорожка, дорога, бельные бордуры ставим, вот все это там, плитки, все это у них было, и вот нас на 3-бит. Роднее, привет, хотите передать? Да. Передаю привет в Таджикистан. Мама, папа, все это, передаю привет. Браты, все это, все это. Вот плитки, все эти дорожки мы сделали, чтобы красиво, всегда красиво было. Спасибо за работу вашу. Ну, Тони, кстати, красавцы, я помню, когда тогда еще снимал, назвал их маленькой банавой. У них очень интересные проекты, интересные, хорошие планировочные решения, аналогичные, нет, это, слушайте, Q-Touch, мир доступа, это наши, я так понимаю, делают. И это очень мне напоминает панель от Bass IP. У вас есть квартира в этих домах, не стесняйтесь, напишите, чтобы мы знали, что у вас звука изоляции. Ну, а такие тоже интересные решения, такой французский балкончик, такая, знаете, плевательница выйти покурить. По мне, конечно, лучше, когда вот такой балкон, еще я стекленный. Но вот здесь, видите, идти очень приятно. То есть у них здесь все классно. То есть кустарник посадили, травка подстрижена. У застройщика своя, кстати, управляющая компания во всех объектах. И вот я вот был во многих объектах застройщика, и везде вижу порядок. Как в Ютаре, кстати, тоже вот так камнем. Видите, где пешеходная зона, вместо травы сделали камень. Смотрится классно. У Пика своя технология строительства. У них монолитный каркас на свайном фундаменте. И плиты идут уже с их завода. Плиты декоративных покрытий. Это плитка. Это очень долговечный материал. Фасады стоят уже большое количество лет. Дома они строят. В Москве у них таких много очень проектов. Они у них, в принципе, по фасадному решению, такие, скажем, однотипные. Что мне нравится у Пика? Мне нравится у них, что квартиры с отделкой. Мне нравится то, что у них уже есть, заведены все коммуникации под установку кондиционеров. Если вам это нужно будет делать, вы просто вешаете блоки, подключаете внешние и внутренние блоки. И, соответственно, начинаете всем пользоваться. Также мне нравится, что у них небольшие площади квартир. То есть мы экономим на стоимости. И у них очень все сделано рационально. То есть очень удобно и практично. Знаете, они такой скандинавской скрупулезностью подошли к своим планировочным решениям. Плюс я также отмечу их дворы. Зеленые, хорошее дворовое оборудование. То есть все очень продуманно. Посмотрите мои обзоры. Про Пик. Ссылки специально оставлю в описании, для того, чтобы вам было проще найти. И посмотреть, как уже застройщик сдает свои дома, свою территорию и свои квартиры. Вот здесь уже видно. Вот они, видите, несущие колонны. К ним уже крепят, соответственно, вот эти современные плиты. Стыков там практически вообще его не видно. Чтобы его видеть, нужно подойти близко и внимательно рассматривать. Видите, он такой серо-белый какой-то. Смотрится классно. Вот этот темненький такой. Ну, слушайте, очень прикольно. Молодцы. Вот их подход у Пика мне нравится. И вот, кстати, их дворы. То, что они показывают, обычно у них всегда вот такие есть. Может быть, чуть ниже кустики деревья. Но это будет так, как у них на рендерах. В этом, конечно, я считаю большой плюс. И, кстати, у них еще есть места под кондиционеры, под внешние блоки. Отдельно ставятся такие металлические ящики. А, вот они, как раз. Видите, он здесь беленький показан. Здесь беленький, соответственно, там темный будет. В цвет, соответственно, фасада. Я бы с большим, при великим удовольствием показал бы вам всю стройплощадку и как строит застройщик. Я обращался к застройщику, но застройщик просто игнорирует мои запросы на доступ на стройплощадку. Вот здесь уже, кстати, хорошо видно, как монтируются плиты. Под них заранее устанавливаются закладные. И видно, что внутри находятся ребра жесткости. И вот очень интересно посмотреть, из какого материала застройщик возводит и как возводит стены к соседям и на межквартирные коридоры. За забором, кстати, уже видны, что посажены высокие большие деревья. Здесь, друзья, колхозные поля с деревьями здесь напряг. Но застройщик красавчик, потому что то, что я видел, все его другие остальные проекты, на которых я был везде. Вот такие большие красивые деревья. Вот они, друзья, видны за забором. Янила возводит свои дома по панельным, либо панельно-монолитным технологиям. У них все в зависимости от дома. Есть, где дома полностью изготовлены из панелей, а есть часть, где фасадные стены. Все, в общем, все вертикальные стены – это панели из завода заводским качеством. Все, что горизонтальное – это бетон, который делают по месту. Лично я за панельно-монолитные проекты. Почему, друзья? Потому что, как сделают на заводе панель, никогда вам в России так не отолют. Я ни одной не видел стройки, где был бы хорошо вылет вертикальный бетон. Когда у вас горизонтальная толщина перекрытия по нормативу – это 20 см. Соответственно, они залили бетон, и здесь все понятно. А когда вы выливаете вертикальную стенку, вот смотрите, у вас высота потолка уже со стяжкой 2,70 см. Стяжка плюс 5 см, плюс еще перекрытие 20 см. Вот и считайте. То есть нужно вылить почти 3 метра. И здесь сразу возникают нюансы. Как лег бетон, провибрировали, либо залили уже с химией, которую не нужно вибрировать. Здесь очень много нюансов. Поэтому, к примеру, скандинавы и возводят панельно-монолитные дома. Ну и также для шумоизоляции очень здорово, когда застройщики применяют скандинавскую технологию, и часть коммуникаций они проходят уже в монолите. Экономит место и значительно увеличивает шумоизоляцию. Вот мы сейчас с вами видим как рассеянило. Первые этажи – это коммерция. Чего здесь уже, друзья, только нет. Сетевые магазины, пиво, шаверма, алкоголь, мебель, маникюр, борщевик. На чем-то участке понятно, что здесь все застроят. Домами. Заходя, кстати, на мой ресурс Андреа Тёмов.ру, там есть ссылка на катарстовую карту. И можно посмотреть, кому принадлежит этот участок и какое его назначение. Там сразу понятно – детский сад, торговый комплекс и так далее. Ну вот, если обратить внимание на Янила, посмотреть на рендеры от Рассветай Янина, посмотреть на Янинский лес и посмотреть на ЦДС. Да, можно сказать, что его сдали, там, не в этом даже, не в прошлом году. Но у ЦДС почти вот все вот такие неказистые проекты. Незакрытый бетон, проблемы с гидроизоляцией, шумоизоляцией. Вот, видно, все наверху на балконах переходных. Проекты сами по себе отстали от жизни на много-много лет. Так же, как и их дворы. Сейчас вот зайдем посмотрим, потому что про Янила про все много рассказывают, а про ЦДС нет. Это я вам все, друзья, рассказываю к тому, что когда начнет ЦДС возводить свои проекты, смотрите то, что уже есть рядом и сдано от застройщика. Потому что ЦДС делает красивые картинки, а в итоге получается, как, к примеру, с Черной речкой. Я когда у них первый раз приехал и снимал выпуск про ЦДС Черную речку, у меня уже было большое количество сомнений. И когда я приехал второй раз, там просто был трындец. Все отвалилось. Тут просто дырку сделали в кровле. Видите, как классно застройщик сделал? Грязь, мусор. Сильно бить не хочу, боюсь. Жилье для жизни. Друзья, здесь запах радиатора топления. Хлипенько. Плитки нет. Класс энергоэффективности С. Жалко очень людей. Красавцы. Пожарный кран. Мы знаем, что он здесь есть. Но я, конечно, честно в шоке от того, что я вот здесь вижу. Вот здесь даже не нужны никакие слова, чтобы выразить. Качество строительства. Видите, куда грабулёк-то поставили? Оголённый провод. ЦДС. Строим для жизни. Ну, мы сейчас практически на всех объектах так делаем. Огромное количество недостатков на объекте. Дом сдали, но забыли достроить. Поэтому, друзья, надо правильно подходить к выбору новостройки для жизни. Вы платите, не забывайте, свои деньги. Вот здесь, к примеру, сажают люди сами. Кусты, цветы, чтобы стало хотя бы красивее, нежели чем сдал застройщик. Если обратить внимание на траву, то от неё остались остатки. Заросло всё одуванчиками. Всё, что вы видите выше травы, это сажают жители. Возможно, ещё и управляющая компания. Но входная группа, обратите внимание, лестница. Ладно, там подняться пару ступенек. Но вот это что такое? Трёхэтажный пандус для того, чтобы подняться с коляской, с ребёнком. А если вы инвалид, как вы вообще вот здесь поедете? Вот таких проектов, друзья, я, честно говоря, не понимаю. Везде открытый бетон. Гнилое ограждение. Вот такой фонарь, знаете, ну, тут такое ощущение, что ночью танцуют, чтобы было ярко видно. О-о-о, тут всё в воде. Так, ну-ка, на камеру видно. О, теперь видно. Просто всё в воде. Получается, вот эта нижняя часть должна быть, когда она, в принципе, уходить, она заполнена водой. Всё стоит здесь. Вот так ЦДС, друзья, и работает. Обращайте на это внимание. Я уж не говорю про лестничный марш, где ступени выедены кем-то. Они как разной длины, так и разной высоты. Самые недорогие скамейки, урны, которые можно было приобрести для жилого комплекса. Но зато, главное, везде натыкать свою рекламу. ЦДС строим для жизни. Вот очень бы хотелось, чтобы всё руководство ЦДС отправили вот в такие их дома, и пусть они живут здесь. Пусть сами мучаются. Возможно, начнут лучше строить. Вот так выглядит мусоросборочная площадка. Очень высокая. Я не знаю, для чего такая нужна высота. Возможно, это так и нужно. Торговый комплекс. Но и вот двор. Обычный двор, друзья, от ЦДС. Он забит машинами. Небольшое количество кустарника. Вот там должны быть детские площадки справа. Сейчас мы дойдём с вами туда. А вот и частный детский сад. Почему? Потому что здесь большая проблема с детскими садами. Мест не хватает. И жители вынуждены платить большие деньги для того, чтобы отдать своего ребёнка сюда и пойти зарабатывать на его же детский сад. Вместо того, чтобы отправить его на какие-нибудь дополнительные занятия. Вот обратите внимание, как мамам очень удобно подниматься с колясками с детьми по такому трёхэтажному пандусу каждый день несколько раз в свои квартиры. Ну, вот, скажем, в таком колокце вокруг кирпично-монолитных домов мы видим детскую площадку с набивным покрытием. А в Росвета Янина будет гравийно-набивной. То есть, а я так понимаю, гравием, что ли, всё засыпать. Или вот такая крупная кружка. Ну, это, конечно, трындец в наши дни. Вот для малышей, обратите внимание, скамейки, отсутствуют урны. Производство к силе, если не ошибаюсь, это самое-самое недорогое, что вообще возможно было приобрести. Спортивная площадка. Ну, знаете, так это лет на сто вернулся назад. Вот как, знаете, в советских домах, когда возводили панельки, вот там были такие же ущербные детские площадки. Об этом никто не думал, нормативов никаких не было. И строили какой-то, ставили минимум. И вот здесь аналогично. Вот смотрите сами, что здесь делали для детей. Ворота беседки. Лазилка. Вот такие бруски, это по ним ходить. Ну, вообще, что это за убожество? И, друзья, обратите, я вот молчу про вот это убогое ограждение, непонятное для меня. Вот это что такое? Вот он здесь бахнется. Ну, и прямо в этот камень, ну, хотя бы камни вот такие грави убрали. И вот это, я понимаю, будет такое же наполнение ворсвета Янина в современном комплексе. Бороться на руках, я не знаю, кто этим занимается, но, в общем, просто фигня какая-то. Вот, типа, для спорта тоже. Все, больше ничего, друзья, нет. Просто ущербно, других слов нет. И буквально отсюда, через 100 метров, через дорогу, современный комплекс Янила и там уже совсем другая история. Все намного интересней и привлекательней. Начиная от планировочных решений, фасадов зданий, заканчивая дворовой территорией. Идем к детскому садику. Первое, что обращаю внимание, да, вот есть мусорные вот такие убогие баки. И они вот просто вот здесь. Почему их туда внутрь не поставили глубже, чтобы вот этого ничего не было видно. Раз. Второй момент, обратите внимание, здесь уже поинтереснее трава. Я вот не знаю, от кого такие кусты, такие массипучки. Ну, вот понятно, что клумбу сажают жители, скорее всего, живут на первом этаже. И сделали себе такую красоту, потому что этого не сделал, к сожалению, застройщик. Впереди мы видим детский сад, который... А, все, детки здесь бегают, значит, детский сад сдали. Уже хотя бы хорошо. Потому что в прошлом году как раз я вот здесь ходил, снимал, и он был еще недостроен, недоздан. Детский сад это хорошо. Ну, вот Янила, вот, кстати, вот одни из первых зданий. Обратите внимание, как красиво по мне смотрится фасад. Но достаточно ярко. Обратите внимание, управляющая компания окрашивает вот это убогое ограждение. Скажем, краской убирает ржавчину. Вот она, видите, везде здесь. Вот еще один двор у ЦДС. Ну, вот, самое недорогое все, что можно было поставить. При этом в эти года был большой выбор детского оборудования. Недорогие скамейки, чтобы точно не унесли. Вот такая лестница. Ну, вот, в общем, как все в советское время, в принципе. Не думая о детях, не думая о спорте, не думая вообще ни о чем, а лишь о своей прибыли. Вот тоже, кстати, интересно, чья вот эта территория. Потому что здесь никто ничего не стриг. Все в колючках. Я не знаю, это городу принадлежит, застройщику принадлежит. Какому конкретно застройщику, не знаю. Не смотрел катастроевую карту. Ну, конечно, здесь бы хотелось видеть какие-то деревья, какой-то променад классный. Вот, может быть, тот из застройщиков, или настаточный треск, к примеру, соберется и сделает для жителей пешеходную зону. Впереди мы видим действующий детский сад. Уже малоэтажные дома. Елочки большие повырастали. Ну, здесь обратите внимание, такой уже лес. Много детей здесь, видимо, нравится. Тоже недорогое оборудование, но, видите, его намного больше. То есть, как-то все, знаете, сделано тут и качели, и горки. Для маленьких детей и для деток постарше. Подходить ближе не буду, чтобы никого не смущать. А, кстати, из нюансов, не понимая вот этой интернет-кабели, почему нельзя было это проложить все под землей, почему это нужно было делать вот так убого сверху, к примеру, в центре Питера. Ну, вот здесь тоже, да, смотрите, трава подстрижена, какой-то еловый кустарник, небольшие деревья, подпорки. Ну, подрастут, будет красиво. По мне, неплохо. Соседский центр. Вот там, конечно, в одних из первых, то, что мы сейчас увидели, площадки попроще. Это уже чуть новее, но обратите внимание, все равно по сравнению с тем же ЦДСом, здесь просто, грубо говоря, небо и земля, друзья. Красиво камушек накидали. Велопарковка, деревья, такой ландшафтный дизайн. Ну, и, конечно, здесь нравится гулять жителям, детям в этом прекрасном дворе. Жду ваше мнение о новом застройщике из Новосибирска в Янино. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. И говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА